Здравствуйте! В прямом эфире Азов.Инфо в студии Александр Истомин. Сегодня в программе. Азов отметил долгожданный юбилей. Новорожденным азовчанам вручили свидетельство о рождении в необычном месте. Итоги выборов по четвертому избирательному округу. Свой долгожданный юбилей город встретил в полной боевой готовности. Нарядный, усыпанный цветами и праздничными плакатами, зазывал азовчан и гостей на яркие, красочные мероприятия. А таковых набралось, как говорится, на любой вкус. Наши корреспонденты также прогулялись по юбиляру Азову. Празднование дня города началось с самого утра. Десятки концертных площадок задавали тон предстоящему мероприятию. Возле ГДК воспитанники детской школы искусств, а также различных творческих коллективов, приветствовали азовчан и гостей города своими лучшими номерами. Десятки концертных площадок По традиции, своеобразным городом мастеров стал Петровский бульвар. Здесь можно было увидеть и купить различные предметы народных промыслов. Картины, куклы ручной работы, бижутерию, кружевные вязаные салфетки и скатерти, предметы интерьера и многое другое. Все сделано с душой и своими руками. Как было сказано ранее, на праздник пришли не только азовчане. В этот день, помимо участников фестиваля Содружества, в Азов приехали гости из дальних и близлежащих городов. Андрей и Ольга, например, из закрытого города Мирный, Архангельской области. Там находится космодром Плесецк. Приехали погасить к родственникам и попали на большой городской праздник. Ну, очень интересно, очень ярко, здорово. Я же не сказал, что как будто на море куда-то попали, а не в Азов. Поздравляем город Азов с таким праздником, с юбилеем. Еще долгих лет, процветания, всего самого наилучшего. А Евгений Матюхин специально приехал на юбилей из Ростова, потому как родился и вырос в нашем городе и помнит его 900-летие. Ну, я приехал на 950-летие Ростова, потому что я 900-летие Ростова здесь встречал, понимаете? Азов, простите, я встречал 900-летие, это было 50 лет назад, я был молодой. И это все проходило на стадионе там, то есть за парком. Но там были очень интересные, как говорится, там мелодия была, Петр Первый, там такие выступления были шикарные, вы понимаете? Поэтому я сегодня, собственно, пришел, я хотел посмотреть, где это самое, как здесь все реализуется через 50 лет, понимаете? Мне очень важно, потому что это мой родной город, вот. И поэтому мне очень приятно, что я нахожусь с вами, и самое главное, что вы мне даже дали информацию, где что как, и на какие-то мероприятия я попаду, что-то я посмотрю, понимаете? И я думаю, что я просто восхищен, что я здесь, в городе Азове. Помимо хорошего настроения, празднику сопутствовала прекрасная погода. По летнему яркое солнце ввело в заблуждение каштан, который, несмотря на созревшие плоды, снова начал цвести, как весной. Снимая такое чудо природы, мы случайно встретили актера Антона Макарского, который вместе с супругой приехал, чтобы выступить на главной сцене города. Я сам родом из Пензы, это Поволжье, и несмотря на мою любовь к Волге и поволжским местам, вот эта Донская земля, она другая, но она мне очень нравится. Я чувствую вот силу этой земли, я понимаю, что сколько здесь пролито крови тех людей, которые защищали эту землю, а та земля, за которую умирали очень много людей, она святая. И поэтому для меня огромная честь быть сегодня, в день этого прекрасного города, выступить, подарить праздник тем людям, которые придут на празднование, и, собственно, порадоваться самому, что есть такая земля, что есть такой город, и есть такие прекрасные люди, которые в этом городе живут. Стоит отметить, что программа в этом году оказалась достаточно насыщенной. В Азов пришел одноименный корабль, город приобрел новых побратимов, а приглашенные артисты сделали праздник ярким и незабываемым. Екатерина Четверикова, Александр Истомин, Азов.Инфо. Историческое событие состоялось в Азове в минувшие выходные. Новорожденные азовчане получили свой первый официальный документ свидетельства о рождении на борту корабля Азов. Семьи Быченко, Чепурный и Улубинец теперь имеют статус многодетные семьи. Этим летом у них родились третьи дети. Именно им выпала необычная миссия. Свидетельства о рождении малыши получили не как обычно в ЗАГСе, а на борту боевого корабля Азов, прибывшего на праздник в наш город. Новоиспеченных азовчан и их родителей поздравили представители администрации, а также капитан корабля. Дорогие друзья, с праздником, с рождением деток, со всеми замечательными этими датами. Дай Бог вам всех благ и всего самого доброго. Спасибо. Дети, получившие свидетельство в Азове, на борту Азова, азовчане просто обязаны быть счастливыми. Я желаю всем, и самым маленьким, и побольше, всем крепкого здоровья, продолжать славу нашего любимого города, когда подрастете. И, конечно, не забывайте, что именно вам, вам встречать тысячелетия Азова, ну а Бог даст и тысяча пятидесятилетия. С праздником всех, всем удачи. Это действительно исторический момент. Будет чем гордиться, и, возможно, ваши дети в будущем показывать свое свидетельство о рождении, действительно будут говорить, что, ребят, я вошел в историю, ты где родился в Азове, где получил свидетельство, в роддоме, а я на корабле. Малыши Александра и Софья Быченко, Владимир Чепруной и Тимофей Лубенец пока в силу своего возраста не знают, что их имена на особым счету. Ведь подобное событие впервые в жизни и азовчан, и корабля. Да. Родители же очень рады необычному статусу своих детей и считают, что это обязательно привнесет в их жизнь что-то особенное. Приятно, конечно. Необычно. Очень, да. Необычно. Ну, будут еще вспомнить, наверное, на всю жизнь останется, и дети наши будут вспоминать. Вы, наверное, не думали, что вам придется? Ну да, такой статус уже у нас многодетной семьи, что нас пригласят сюда. Да, особенно Азов. В городе Азове, на Азове. Очень даже знаменательно. Спасибо большое. Спасибо. А тебе понравилось? Понравилось? У меня сестричке больше нравилось. Ну, потрясающее чувство. Конечно, я рада, что сегодня мы получили документ моего сынишки. Я надеюсь, что, ну, начало положено потрясающее. И жизнь, я надеюсь, у него будет счастливая и знаменательная. Потому что у нас на него большие-большие планы. Счастливая не против девочек, буду я с ней трое дружить. Только так же нашу мамочку на двоих нам повелить. Екатерина Чесверякова, Александр Истомин, Азов.Инфо. 9 сентября в День города в Азовском музее-заповеднике был заключен договор о братских отношениях между Азовом и греческим муниципалитетом Пилос-Нестераст. Кроме этого, с представителями городов Амальфи, Италия, Сечень, Сербия и Курбивуа, Франция, подписаны протоколы о намерениях. Побратимские отношения между городами – убедительный пример эффективности народной политики, которая служит укреплению взаимопонимания и дружбы жителей разных стран. В юбилейный день рождения Азова в музее-заповеднике состоялась торжественная церемония подписания договора о попратимских отношениях Азова с греческим городом Пилос-Нестерас. Договор подписан. Поздравляю вас. У Азова появился Новый год в Побратим. Город Пилос-Нестерас, греческая республика. Город Пилос-Нестерас, греческой стороной – эпизод борьбы за освобождение Греции, от турецкого Ига 190 лет тому назад, на Варинское сражение, в котором особенно отличился флагманский корабль «Азов» во главе с капитаном Михаилом Лазаревым. Также были подписаны так называемые договоры о намерении с тремя европейскими муниципалитетами. С французским городом Курбивоа, пригородом Парижа. Протокол подписан. С общиной сербского города Сечень. С итальянским городом Амальфи. Протокол подписан. Нельзя не порадоваться тому, что у нашего города стало больше друзей. С сегодняшнего дня мы начинаем с вами замечательный путь, который приведет к установлению тесного взаимодействия в культурной, социальной сфере, в экономике, в бизнесе, во всех тех отношениях, которые представляют обойденный интерес для наших муниципалитетов. Мэр Пилоса Нестереса Дмитрий Скафандарис поблагодарил руководство АЗОВА за принято решение об установлении побратимских отношений. Представители Сербии, Италии и Франции также заявили о том, что сегодняшнее событие – это импульс для сотрудничества, обмена опытом и дружбы. Татьяна Ивашенко, Юрий Друзяйкин, АЗОВ-Инфо. Мы вернемся в эфир после короткой рекламы. Не переключайтесь. Управляющая компания «Петровская» оказывает следующие услуги. Предоставление транспорта, ремонт и обслуживание инженерных коммуникаций, приборов учета, содержание, уход и благоустройство дворовых и прилегающих территорий, работы по текущему ремонту конструкций зданий, проводит мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, ведет подготовку домов к осенне-зимнему сезону. Предлагаем выполнить работы по ремонту подъездов. Оплата производится за счет управляющей компании. С рассурочкой платежей для собственников квартир. Жилой комплекс комфорт-класса «Новый Азов» представляет квартиры с чистовой отделкой. В новом кирпичном доме всего от 38 тысяч рублей за квадратный метр. Централизованные коммуникации и индивидуальное отопление. Жилой комплекс «Новый Азов». Улица Красногоровская, 21. Все подробности по телефону 279-89-89. Овощная база реализует картофель пищевой, сорта «Ред Скарлетт» и «Агата» по цене 16 рублей за килограмм. Лук первого сорта 14 рублей за килограмм. Также консервы овощные, мясные, горошек, сгущенка, подсолнечное масло и другие продукты производства Республики Беларусь. Наш адрес город Азов, улица Дружбы, 13. Дорога на Павловку, Загорпо. Работаем ежедневно с 8 до 17.00. Небывалый концерт, потрясающий салют, замечательный день города. Так отозвались изовчане и гости города о праздновании 950-летия Азова. Подробности в репортаже. Празднование продолжило традиционное шествие участников Международного фестиваля народного творчества-содружества по Петровскому бульвару Петровской площади. В колонии более 800 человек, творческие коллективы, рота почетного караула и духовой оркестр Черноморского флота, кадеты, казаки, спортсмены. На всем протяжении пути гостей сердечно приветствовали азовчане. В небе над Петровской площадью прошел воздушный показ военной техники 4-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Незабываемым стало парашют-шоу, когда в воздушной синеве парили флаги России Ростовской области Азова. Концерт на главной сцене открыли выступления творческих коллективов 17-го Международного фестиваля «Содружество». ПЕСНЯ ПЕСНЯ Продолжили праздник выступления азовских артистов. И коллективы из городов-побратимов Сербии, Франции, Италии. Неповторимую историю Азова проиллюстрировало песочное шоу, театрализованное выступление, а также напомнили разносчики газет. В те давние дни, года 1641-го, сидело нас, вольных и бесстрашных казаков, в Азовской крепости, всего пять тысяч вместе с жонками. Субротив нас прислал турецкий султан трехсоттысячную бусурманскую рать и сулил казакам неописуемые богатства, если покинут Азовград. Ответ наш был таков. Мы, казачьи свобольные, дорого продаем жизнь свою. И видать вам Азова из рук наших до скончания века. Поздравление с грандиозным юбилеем прозвучало даже с борта Международной космической станции. Доброе время суток, дорогие земляне, жители и гости древнего города Азова. Примите привет из космоса и поздравления 950-летиям вашего знаменитого города. Здесь, за сотни километров от Земли, Азов тяжело различить. Зато с космических просторов прекрасно видно названное в честь вашего города теплое Азовское море. Губернатор Арсовской области Василий Голубев и глава администрации Владимир Ощупкин наградили наиболее отличившихся горожан. Наш любимый город старше большинства столиц европейских государств. Каждая пять Азовской земли буквально пропитана историей. Здесь оставили свой след Тамерлан и Петр Великий, Александр Суворов и Алексей Шеин, Рудольф Самойлович и Турки Ирдал. В свои 950 лет Азов по-прежнему остается городом перспектив и смелых надежд. Завершился концерт выступлением Виктории и Антона Макарских. ПЕСНЯ 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 Потрясающее впечатление произвел небывалой красоты праздничный салют. Салют вообще бесподобленный. Очень красивый салют. Замечательный. Нам понравилось выступление Макарских. Это было очень здорово, несмотря на то, что мы сами азовчане. Но как бы такого день города, как бы мы не видели давно. И салют. Мы с Украины, Луганская область. Расскажите Ваши впечатления. Очень понравился концерт. Очень все понравилось, все хорошо. Просто замечательно. Нам очень понравилось выступление Макарских. Дочь, что тебе понравилось? Салют был? Ага. У нас с моей подругой было отгущение воду, как будто мы летели куда-то. Очень хороший день города. Просто замечательно. Праздник очень хороший. Я помню еще 900-летие Азова. Ну, я был еще маленьким мальчиком. Мне 5 лет было еще. Ну, конечно, это совсем другой уровень. Но вот праздник удался. Всегда, всегда наш город отличался, будем говорить, от других городов Ростовской области в лучшую сторону. И многие гости Азова говорят о том, что Азов – это жемчужина не только Ростовской области, но и всей нашей страны. Дай Бог нашему Азову динамично развиваться и дальше. Татьяна Ивашенко, Юрий Друзякин, Азов-Инфо. К другим новостям. Воскресенье 10 сентября в единый день голосования в Ростовской области открылось 44 избирательных участка, в том числе один из них в Азове. Напомню, до выборы прошли по 4-му избирательному округу, который остался свободным после перехода Сергея Бездольного в счетную палату Ростовской области. Выборы состоялись, мы их признали, все нормально, вопросов нет, никаких к нам претензий, никаких нет. Значит, все прошло в штатном режиме, как обычно. Считать избранным депутатом Азовской городской думы 6-го созыва по одномандартному избирательному округу номер 4 Коршенко Константина Геннадьевича. Вот, выборы прошли, это теперь история. Значит, мы вчера пожелали новому депутату, чтобы он на благо наших граждан города Азова работал. Ну, а тем, кто проиграл, ну, дальнейшие работы над собой будут участвовать в следующих годах, ради бога. Еженедельное планерное совещание главы городской администрации с руководителями подразделений социальной сферы началось с подведения итогов прошедшего юбилейного дня города. Владимир Рощупкин поблагодарил всех, кто участвовал в организации и проведении череды праздничных мероприятий. Это, конечно, мое субъективное восприятие, но мне кажется, что праздничный марафон все-таки удался. В течение недели все эти мероприятия, которые были запланированы, и погода позволила, и народ откликнулся. Собственно, мы то, что хотели, мы сделали. Мы сделали праздничную неделю, все завершилось в воскресенье вчера еще спортивными мероприятиями. Завершилось в целом все благополучно, без эксцессов, без каких-то там потрясений, пострадавших тоже, что очень важно. И самое главное, до 9 сентября удалось сделать таким по-настоящему праздничным днем, который объединил весь город, потому что по количеству участников праздничных мероприятий, начиная с самого утра и завершая уже праздничным галоконцертом, ну, можно сказать, что такого количества я вот не наблюдал, наверное, никогда. По подсчетам, в вечерние часы в день празднования юбилея Азова в центральной части города одновременно находилось более 32 тысяч человек. Праздник продолжился и в воскресенье. Основные потоки людей направлялись в порт, чтобы увидеть БДК Азов. Только за три дня нахождения корабля в нашем городе на его борту побывали более 12 тысяч человек. Среди приуроченных к юбилею мероприятий было несколько спортивных состязаний и массовых эстафет. Участниками и зрителями этих соревнований за минувшие выходные стали тысячи местных жителей. Центральным вопросом выступления главного врача Азовской городской больницы Вадима Бредковского стала недавно стартовавшая прививочная кампания. Чтобы избежать эпидемии гриппа, нужно привить около 40% населения города. Это примерно 25 тысяч человек. Часть вакцины уже поступила. Начали прививать медицинских работников, детей школьного и дошкольного возраста, педагогов, работников ЖКХ и пожилых граждан. Пользуясь моментом всех здесь присутствующих, призываю привиться, а также обращаюсь к работодателям с предложением и просьбой поучаствовать в данной кампании, позаботиться о своих работниках. В настоящий момент привиты более от 2 тысяч человек. Работают прививочные кабинеты. Есть запас из 8 тысяч доз вакцин. Прививочная кампания будет продолжаться все ближайшие недели. В прошлом году ее успешное проведение позволило в разы сократить число серьезных заболеваний и избежать тяжелых последствий. Екатерина Четверикова совместно с пресс-службой администрации города. Азов.Инфо Это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды. А я прощаюсь с вами. Звоните и сообщайте информацию по телефону 6 15 54. Будем делать новости вместе. До свидания. 12 сентября ясно. Температура днем плюс 30-31 градус. Температура ночью плюс 18-19. Ветер юго-восточный 4-5 метров в секунду. Влажность воздуха 43%. Уровень воды в реке Дон на 40 сантиметров выше нулевой отметки. Температура воды в реке плюс 20 градусов. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Гомофон в норме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова